Мировое общество признало, что наркоугрозы представляют серьезную опасность для любой страны, независимо от ее географического положения, политического строя и экономического благосостояния. По статистике, сегодня в России 560 тысяч человек больных наркоманией. Согласно же мониторингу федеральной службы по борьбе с наркотиками, 8,5 миллионов людей употребляют наркотические вещества. То есть мы видим, какая большая разница идет, но стоят на учете не все. Не стоит упускать из виду и то, что наркомания тесно связана с преступностью, распространением ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С с преждевременной смертностью. За 2013 год в России совершено 240 тысяч преступлений, из них 150 тысяч – наркопотребителями. Это в основном мелкая торговля запрещенными препаратами, чтобы заработать на дозу. Основными местами распространения наркотиков являются места массового развлечения молодежи, в первую очередь дискотеки и ночные клубы. Предлагают попробовать чаще друзья из окружения подростка. Один наркоман может вовлечь в потребление наркотиков 10-15 человек. А самое страшное, что наркомания молодеет. Сейчас 10-13-летние дети употребляют психоактивные вещества. Эти психоактивные вещества могут приводить к тому, что наркозависимость от веществ начинается практически сразу. То есть если у взрослого человека есть какой-то период, то у маленьких детей, а это еще ребенок, у них наркозависимость развивается не просто сразу, а приводит к медицинским и социальным последствиям. Наркомания – состояние периодической или хронической интоксикации, вызванной употреблением натуральных или синтетических наркотических веществ. Родители очень часто не замечают, что ребенок стал наркоманом. Но надо присмотреться к тому, что вдруг с ребенком. Помимо того, что нарушается поведение, обычно, когда приводят уже к доктору, мы знаем, что доза увеличена, что появился абстинентный синдром, что зависимость именно эта физическая, что помимо физической и психологической зависимость, и человек не может уже жить без наркотического вещества. Давайте разберем с вами физическую, психологическую или психическую, как ее можно назвать, зависимость. Что такое психическая зависимость? Это когда, получая дозу определенную, человек получает эйфорию, то есть комфортное состояние. Он не может без этого. Ему не нравится, что он устал, ему не нравится, что у него бессонница, ему не нравится, что настроение плохое. Тогда он идет за дозой. То есть доза – это как эйфорический эффект. И второе – это физическая зависимость. Физическая зависимость – это когда болен уже организм. Появляется абстинентный синдром. Мы с вами говорили о том, что организм заболел. Все мышцы, кости, все органы хотят этого наркотика, чтобы поправить здоровье. Здесь уже нет состояния комфорта. Здесь только поправить здоровье. Я повторила это второй раз, потому что это основное. Любой наркотик, независимо от его вида, оказывает негативное влияние на здоровье человека. Отрицательному воздействию подвергается организм в целом. Страдают и внутренние органы, и психика. Это, прежде всего, головной мозг. Нарушаются все виды памяти, мышления. Сужаются сосуды мозга, и ребенок в этом возрасте перестает думать. То есть он заканчивает учиться, можно так сказать. Что входит в школу, он ничего не запоминает. Он думает только о том, как бы принять этот наркотик. Затем все остальные органы. Ведь многие наши органы подвержены тому, что интоксикация, поступающая с кровью, ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям. У нас же растут сердечно-сосудистые заболевания и молодеют. Она ведет к тому, что нарушается пищеварительный тракт. А это, прежде всего, печень страдает. Циррозы печени очень часто бывают, что у детей находят. Не только у взрослых, а циррозы печени у детей. Ну и, конечно, другие органы. У молодых людей это половые органы. Когда влечение к противоположному полу практически отсутствует, и возникают различные нарушения. В настоящее время серьезную озабоченность вызывает курение молодежью спайса. Разновидности травяной курительной смеси, в состав которой входят синтетические вещества, энтеогены и обыкновенные травы. Появились спайсы в начале 21 века и продавались под видом благовоний. Это очень серьезный и очень тяжелый наркотик. Привыкание начинается уже у таких маленьких, как я вам говорила, например, 10-13 лет, после первого-второго раза. А у подростков после 14 лет – это пятый-шестой раз, и он уже привык к этому наркотику. Что же такое происходит в организме? Так же, как при курении любых веществ – спазмы сосудов, прежде всего головного мозга. Приводит к тому, что помимо нарушения памяти, отключается полностью мозг, и человек не контролирует себя. Посмотрите, сколько было много случаев, случаев, когда выпрыгивали в окно, когда уходили с крыш, якобы в море. Это все случаи описаны. Помимо этого, были случаи, когда раздевались на морозе, замерзали. Тут не просто идет наркотическое и интоксикционное действие на организм, тут идет одурашливание полностью и деградация личности. Этим и страшны спайсы. Почему сейчас и правительство наше обратило на это внимание особенно. Самым грозным осложнением употребления наркотиков является передозировка. Ее симптомы – потеря сознания, резкая бледность, неглубокое и редкое дыхание, слабый пульс, отсутствие реакции на внешние раздражители. Передозировка – это страшные последствия. А почему это начинается? Именно мы говорим, вот передозировка. Количество, доза всегда разное. Получил подросток или кто-то наркоман, любой наркотик. Кто знает, что сделал производитель, что он туда добавил. Принятие вот такого неконтролируемого количества наркотика ведет к передозировке. Второй момент, когда я вам рассказывала, что есть психическая и физическая зависимость. В этот момент, не поправив здоровье и не найдя эйфорический эффект, идет вторая доза, третья доза – опять передозировка. И организм не выдержит. Вот смертельные исходы именно от передозировки. Такая страшная болезнь, как наркомания, имеет несколько аспектов, так как затрагивает не только отдельного человека и его близких, но и все общество. Существует много аспектов этой болезни. Прежде всего, я бы сказала, социальный аспект. Общество деградировать будет, если будет увеличиться количество наркоманов. То есть, работать наркоман не может, общаться наркоман не может. То есть, он общается только в своей среде. Он бросает свою семью. Ему неинтересно там, потому что в семье его ругают. Правильно, хотят, чтобы ребенок, обычно, был готов к тому, чтобы жить, социально быть адаптирован. А он идет к своим, так называемым, друзьям. То есть, он идет в среду наркоманов. Там его понимают. Есть моральный аспект этого всего. Человек, употребляющий наркотики, становится бездушным. Именно аморальным. Человек становится совершенно деградированным. Это тоже моральный аспект. И человек становится безразличным ко всему, даже самому святому. Предупредить распространение наркомании в первую очередь среди детей и молодежи можно только сообща. Профилактика должна быть везде. Начиная с дома, начиная и заканчивая, например, школой. Потому что вести профилактику однобоко, дома говорить одно в школе другое, никогда ни к чему хорошему не приведет. Потому что часто бывает так. В школе объясняют, дома не обращают внимания. Ребенок находится дома. Он родителям, как бы мы это ни говорили, как бы он с родителями какими бы узами не был связан, он верит все равно отцу матери где-то подсознательно больше. Поэтому профилактика должна строиться общая. А еще и общественные организации. Не должно быть того, чтобы мы были безразличны такому явлению в обществе, как наркомания. Наркотики убивают и вызывают умственные и физические расстройства. Наркотики приводят к социальной пассивности и дальнейшему отчуждению от общества. Наркотики – дорога в никуда. Любой наркоман в свою среду за год от 10 до 15 человек приводит. Ему неинтересно быть одному. Значит, нужно, чтобы было общество. Вот так будет тогда хорошо, когда мы каждые к здоровому образу жизни приведем тоже 10-15 человек. Тогда те не пойдут к наркоману. Им будет интереснее и в другой среде. Наркоманов будет меньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова